всем доброго утра время шесть часов 6 сейчас заходит сейчас у меня в 6 часов будет автобус марпосада не еду в чебоксары короче вообще ну так холодновато скажу я вам на улице это сегодня встала в 3 часа вчера приехали вообще дома у меня сын поросенок превращает квартиру всегда всегда в свинарник девочки вчера приехали в холодильнике там что-то недоедено что-то протухло две сметаны короче там открытые они протухли да не протухли но уже не срок годности вышла открытые что две сметаны две пачки сметаны открытые там еще что-то еще что-то котлеты там всякая фигня муня короче говоря да все это выкинуло вчера поздно легли спать золото мне и я не знаю где короче так по верхам посмотрела нету золота не могу найти надо конечно тщательно смотреть время еще не было все не встала в три часа три часа я ночью встала и стал убираться ну что я стала убираться в первую очередь я стала мыть санузел ванна унитаз раковину зеркала все грязное все грязное было вообще кошмар просто какой-то ужас поставил вермишель спагетти отварила да почему-то вермишели нет ни одной пачки было осталось пол пачки 5 пачек покупала до уезда сосиски пожарила остатки вермишели короче остатки роскоши сварила холодильника вымала внутри ванную все вымала раковину все вымала унитазы снаружи и снутри весь вымыла кольки на рабочке постирала пока закинула пока все мыло до рабочую он одежду специалисту привез там еще делов кучи короче говоря вообще на кухне там этот стекла на шкафу все этот от жира терла все вот делов просто девочки не почистый край я говорю у меня вот сын приезжает да вот он помылся он ванну не помоет и волосня и че только там нет побрился все так бросил зеркало все забрызганное это вообще жопа рак он на кухне вся в каких-то белесах вся в брызгах от воды и чуть но он как вот он помоет посуду да у нас вода с этим как называется белая такая извести здесь и не протирает он никогда ничего в этой извести уже засохла представляете на рак он это все отмыло я вот всегда говорю ладу просто должна быть совесть человеческая да почему вот у меня нету время у меня нету время до в спальне у него бардак черт ногу сломит я вообще в комнате не буду него ничего делать мне тоже нету время просто должна быть человеческая совесть у меня тоже нету времени вы видите как я работаю я туда-сюда летаю да я езжу каждый день практически да но почему-то вот я встала в три часа ночи да я спать не могу хотя бы вот самые вот элементарные да за собой за собой ты просто за собой зачем вот все засирать ты вы мы за собой помылся вы мой ванную посрал посрал как говорится вы ему унитаз да рак он почистил зубы вымыл в этот раку ну да зеркало про три ну просто за собой элементарно надо же что-то делать я только жду когда он сделает ремонт своей квартире купит себе туда мебель и переедет я так устала вот от этой помывки я вам честно говорю сюда приедешь да тут моешь моешь несколько дней если я тут живу все убираюсь убираюсь да пока я тут убираюсь в на учебоксарске колька все за свет у меня такие мужики засранцы я вам честно говорю приезжаем на учебоксарск там пока все вы мой да пока там живу туда-сюда сын тут приезжает короче да все тут все засирает блять но комнату он наши не трогает но кухня кухня все вообще холодильник и весь санузел блять это вообще просто жопа я вот химию привезла вчера все короче мы вчера на такси приехали пригнали я вчера устала как собака вчера только даже есть ничего не стала вечером чай попила и легла короче я меня прям вырубила но поздно мы часов 10 на 11 до уснули пока сумки разложили пока туда-сюда даже кушать некогда готовить я переживаю за кольку что он это ладно могу в столовой там поесть у них понедельник там столовой работает больница стала смотрю вермишели нет этой вот этой барелла барелла же я покупаю 5 пачек до этого покупала куда все время шире подевалась пол пачки лежит сосиски вот были собой вот привезли которые эти купила я в этом баварский то в этом справе вот короче я пол пачки обжарил там 6 сосисок да и вермишель отварила бля я говорю коль придешь вечером покушай сейчас мамка его покормит дома кофе говорю сейчас попей и сразу пока варила пока пока готовила пошла сразу унитаз в первую очередь унитаз вымола и я не могу когда у меня вот это все грязно я не могу я даже не сяду на унитаз все вымола весь унитаз вымола раковину вымола там баночку где зубные щетки пасты стоят все вымола этот навесный шкаф зеркал зеркалами все заляпана все вымола потом до ванной добралась сразу стирку поставила кольки на рабочку сразу как пока все делалось и стиралась а а колька приезжал короче постельное белье постирал да и кое-какие вещи да там полотенце туда-сюда там майки и рубашки девочки висит все на сушилке все в белых нитках я обычно знаете вот я обычно стираю да и еще раз полоская потом еще полоскается еще раз на полоскание ставлю машинку а потом когда белье вытаскиваю над ванной стряхиваю каждую короче там простынь подеяльник на ловочку каждую тряпку короче стряхну над ванной прям вот стряхиваю над ванной и их складываю аккуратно на раковину а потом я беру это все несут короче на сушилку все вешаю вот как бы да и потом все что вот этот мусор вы поэтому я хочу купить сушильную машину еще для белья но это со временем пока сейчас ничего я не могу сказать а вот чтобы как будто это мусор да не был на белье очень много остается вот этого мусора волосы все вот это да и короче это и вешаю сушить а он так не делает он второй раз не прополаскивать во первых да и короче это и вот для какие-то нитки я не знаю там то ли бумага туалетная попала приклеилась кусок я не знаю что там вот и все вот в это все чистила вчера когда приехала вот мне она надо вот эту всю работу переделывать вот так у девочки живу выстирал приехал блин и белье непростиранное я не знаю я ему сказал на 95 градусов ставь отбеливитель пусти ванишь да белье непростиранное надо будет перестирывать еще кучу белья с собой привезли стирать вот сегодня вечером приеду во сколько приеду даже не знаю часов во сколько часов 8 наверно в девятом приеду стирку поставлю на ночь когда убираться я вообще не знаю блин и вот так вот все бегом сейчас у коли короче сегодня завтра он это у мамы потолок верит я хотела заснять сделать съемку но видите времени эту хотела записать ролик мне когда мне туда ходить автобусом уедет а вот и хотела записать ролик когда показать как он будет белить потолок ничего не успеваю надо ехать на работу когда мне и это а в среду он поедет перекрашивать еще раз пол я вам сказала купи банку краски где я куплю банку краски говорю у нас магазин напротив находится копи банку краски говорю и покрасить второй раз короче этот пол обязательно второй слой пока валик не засох и кисточка не засохла он под ванной положил без растворителя по всего он может засохнуть за два дня я не знаю блин я сказала выкраси мне второй слой сделай нормальный говорю потому что я приехал я же показала там ролики уже впитывается все в пол первый слой вот выкрасит среду среду я приедешь выкрасишь и уедешь тапочки запоганил слепанцы вся подошва в краске только выкинуть маляр хуев ну зла не хватает понимаете что-то блять вообще в убытке всегда с ним все блин ладно бог с ним потом что я хотела сказать а в четверг он уже поедет обойдет это другу короче звонил вчера друг дома обшивать ну колынеть пойдет снаружи надо дом обшить помочь и сколько они там где будут расшивать я не знаю неделю 2 весь отпуск короче говорю будет она там обшивать этот дом но там тоже денежку заработает этим сайдингом будет обшивать дом ну короче вот такие дела девчонки вот так вот и живем и вот сейчас я не знаю сейчас где-то воскресенье когда его будет выписывать если все не будут решать операцию ему буду делать или не буду делать если не будут делать операции деда выпишут где-то через неделю неделю еще надо будет поездить вот неделю поезжу а тут у меня уже и сын приедет опять своими ремонтом будет заниматься тут мне надо блин вот неделю буду ездить я еще дома потихонечку потихонечку в 3 часа ночи буду вставать и что-то буду убирать я вчера на верхах посмотрела так по верхам то золото я не нашла глубоко копать, Колька везде, глубоко копался в белье, тоже золота не нашел. Я не знаю, где золото, блядь, лежит. Просто не знаю. У меня вчера взорвался мозг. Вообще не знаю. Переживаю, конечно. Надо что делать теперь? Ну что делать, блядь? Вот переживаю. Знаете, как вот сердце кровью обливается? Столько денег, блядь. Там где-то в пределах 150-200 тысяч, что ли, золото у меня. Вот так вот. Лучше бы я его в ломбард продала бы, да, пускай по дешевке. По 2700 зимой принимали бы, блядь. Продала бы и, блядь, хоть телевизор бы купила и холодильник бы себе купила. Вот так вот. Вот и пиздец нахуй. А теперь душа болит, блядь. И сережек нет на ушах, и цепочки нет, блядь, на шее. И все надо, да, и надо и бытовую технику какую-то купить, и золото надо какое-то необходимое на себе тоже купить. Блядь, я не могу без сережек ходить без цепочки. И без крестика. Все, блядь, все проебало. Все. Ну и так. Сегодня будет тепло с днем. Ну вот сейчас прохладно. Я не знаю, сколько градусов, 5, наверное, тепло. Какие дорогие девочки. Сейчас поеду. Сейчас я в 6 часов выезжаю, в 7 часов я буду в Новчике. Пересаживаюсь я на маршрутку, и в 7.30 я уже буду в больнице. Раньше, когда мы не снимали квартиру, я всегда так ездила отсюда, с Марпасада. То в ночь, вот выезжала, там в часа в 4 ехала, боксары на работу в больницу, то вот так в день, каждый день, каждую ночь. С новой Чебоксарской проще, там дешевле проезд, там 30 рублей, а отсюда у нас 100 рублей, судись, что ли. В один конец. Вот такая езда, девочки. Вот так и работаем, блин. Раз-раз приняла душ, все варила, короче, это все помыла, да. Вот как бы все вот. И уже время, все время. А что, покушала быстренько, и время уже 5.30, надо выходить, 5.40. Чай попила. И все, вот вышло. Сахар померила, сахар высокий, 9.2, блядь, надо метроформина. Метроформина оставила в ночь, боксарских. Купить надо будет сегодня в артеку зайти. Сахар повысился. Вы представляете? Метроформина, что-то я перестала пить, где-то месяц уже, наверное, два ли не пью. И за сахаром не следила. У меня полоски закончились, надо полоски сегодня купить. А когда купить, блядь, в какой аптеке, где покупить сейчас? Ой, блядь. У меня там, это, рядом с домом аптека, в ночь, боксарский. Блядь, я и аппарат-то не взяла. Вот так, девочки. Вот голова просто кругом, вообще кругом. Я ничего не успеваю. У меня, я говорю, мне бы, блядь, еще бы 2-3, 3-4 руки бы еще, если бы было бы. Вообще было бы супер. Ну вот, всем хорошего дня. Короче, я с вами поболтала. Спасибо вам за просмотр ролика. Ставьте лайки, девчонки. Пишите комментарии. Я прям бешеная. Вообще, я говорю, быстрее бы он сделал ремонт и переехал бы в свою квартиру, чтобы я спокойно могла приехать к себе домой, да? Чтобы у меня была чистота и порядок. Я так устала от этой уборки. Это выше крыши просто. Я не могу, я не успеваю ничего. Ее работать, блядь, и убираться, и вообще пиздец. И готовить. Меня прям разрывает все. Ну, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok